признаюсь что когда я впервые увидел вот эту вот toyota rav4 на одном из автосалонов то у меня сложилось впечатление что японцы дали головой в березу или в небольшой декоративный бонсай этот дизайн меня честно говоря расстроил и я подумал что ни к чему хорошему рав 4 он не приведет но сейчас я понимаю что это был тонкий хорошо продуманный план toyota rav4 теперь хочет быть брутальной и купаться в лучах славы таких оффроудных монстров как фораннер или toyota лэнг крузер правда топливный партнер программы столичная сеть аз с кстати мне нравится что toyota перенимает опыт своих конкурентов и теперь может предложить автомобиль с черной крышей и белым корпусом кстати обратите внимание зеркала были перенесены на дверь по мнению инженеров это улучшает обзорность а также улучшает шумоизоляцию автомобиля первое впечатление от салона новой toyota rav4 это ощущение солидности внутри детали очень массивные крупные очевидно что многие из них тектонического происхождения потому что так добровольно в салоне некоторые вещи вздыбиться не могут вообще когда я смотрю на вот эти все детали я вспоминаю сказку про красную шапочку когда девочка задавала вопрос фальшивой бабушки почему у тебя такие большие зубки почему у тебя такие большие ушки в общем для того чтобы тебе было удобно и ты все сразу мог найти когда смотрю на эти манипуляторы я понимаю что они солидные надежные и прослужат долго очень сильно добавила toyota в качестве материалов я понимаю что у нас максимальная комплектация я просто счастлив от того что здесь появился новый дизайн сидений появилась на этих сиденьях новая кожа а вот та самая ненавистная мне теперь перебралась на торпеда и на карты дверей что выглядит гораздо более приемлемо я бы сказал даже гармонично вся эта кожа прошита ниткой и выглядит все это достаточно премиально на задних сиденьях удобно даже для пассажиров за метр девяносто спинки сидений можно установить в двух положениях при этом второй ряд сидений нельзя ни придвинуть ни отодвинуть объем багажника автомобиля составляет пятьсот восемьдесят литров если сложить задние сидения под потолок то получается тысяча шестьсот девяносто литров кстати насколько я помню в предыдущем поколении пол для задних пассажиров был ровным сейчас появился тоннель хотя еще раз я могу ошибаться партнер программы чип-тюнинг ателье апстейдж кстати обратите внимание на новый тренд для того чтобы добавить автомобилю премиальности многие производители начали делать черный потолок и да действительно это выглядит очень и очень неплохо что касается вот этих двух манипуляторов климат-контроля я не перестаю ими восхищаться они напоминают знаете колесики от детской спортивной машины прорезиненные под тактильным ощущением все просто великолепно все время хочется к ним прикасаться и что-то регулировать если вы посмотрите на блок мультимедийной системы да он очень большой он информативный вы можете даже посмотреть как у вас работает система полного привода напоминаю что здесь у нас бензиновый мотор и два электромотора если посмотреть на щиток приборов то здесь большая графическая панель вот теперь я по-настоящему могу сказать честно о том что с продвинутым бортовым компьютером очень много дополнительной информации много меню подменю и очень хорошая компьютерная графика теперь ты живешь нормальном мультике 21 столетия ну pixar или old disney как минимум до щитки приборов по бокам вы можете увидеть не спидометры не тахометра а скорее киловаттонометр потому что машина у нас гибридная и именно поэтому никакого тахометра не наблюдается также вы можете наблюдать еще два аналоговых прибора это температура двигателя и собственно сколько топлива у вас есть кстати обратите внимание насколько ярко светит цифры и с легкостью информируют о том какая сейчас установлена в климат-контроле температура помните я рассказывал вам что в киа сид у меня с этим проблемы там с этой красной подсветкой я ничего рассмотреть не могу в тойоте об этом знают поэтому подсветка белая чуть ниже на центральной консоли вы можете увидеть индукционную зарядку а также специальный манипулятор который поможет вам переключать режимы работы автомобиля есть эко режим есть нормальный есть спорт когда ты все это переключаешь подсветка на этой кнопке манипуляторе меняется у нас естественно электрический ручник ручка переключения коробки передач тоже выглядит весьма современно подлокотник конечно же у нас имеется есть юсб разъемы есть подстаканники в общем все понятно для мертвых и живых и ненародженных властники toyota rav4 кстати еще один блок кнопок вы можете увидеть возле вашего левого колена здесь вы понимаете что у вас есть автоматический свет подогрев стекла при том полный подогрев мало того у нас есть переключение видео камеры и подогрев руля также открытие багажника понятно в движении на это все смотреть крайне неудобно потому что руль все перекрывает точно так же как и кнопку старт-стоп владельцам нового rav4 просто нужно привыкнуть что там есть еще органы управления естественно сидение у нас на электрорегулировках хотя я уверен что передняя пассажирской нет в общем нужно признать что изменения внутри автомобиля по-настоящему революционные toyota добавила в качестве материалов toyota добавила в эргономике toyota добавила в понимании того что такое хорошо и что такое плохо ну и конечно же очевидно что toyota пытается отстроить rav4 от гламурных кроссоверов и и север и честно говоря такой продуманный нон-конформизма toyota мне нравится эта машина очень сильно отличается от той череды одинаковых и достаточно безликих на сегодня кроссоверов метросексуалов toyota rav4 это такой себе аккуратный японский лесоруб еще одна знаковая фишка новой toyota rav4 это зеркало которое на самом деле уже не зеркало а высококачественный цветной монитор который дает картинку если не 4к то точно high definition вы можете чуть-чуть приближать изображение чуть-чуть отодвигать его но тем не менее теперь информация на ваше условно зеркало передается при помощи видеокамеры когда она испачкается когда наступят эти проблемы но в испании думаю что нам придется проехать несколько тысяч километров вот что касается украины в снежную погоду или в нашу классическую грязюку ну не знаю надо будет обязательно посмотреть где эта камера установлены возможно есть омыватель нравится ли мне такое решение ну понятное дело что рано или поздно все производители к этому придут и все вот эти зеркала поисчезают потому что будет автономное вождение здесь вообще будет телевизор потому что зачем тебе смотреть в камеру заднего вида если ты все равно не управляешь автомобилем там радары там лидары а вот этот вот переходник еще лет пять поживет и порадует пользователей которые застали время когда автомобиль можно водить самому легко ли к этому привыкнуть но знаете первые 20 минут я все время вздрагивал потому что в голове постоянно звучали родительские голоса которые предостерегали меня от того чтобы я не сидел близко к телевизору а то испорчу глаза а сейчас уже знаете присмотрелся в начале теста я сам себе задавал вопрос а что будет если внезапно вот это вот камера поломается я в зеркало ничего не смогу видеть ничего страшного просто вот здесь нажимаете вот такую кнопочку и получаете просто обыкновенное зеркало заднего вида молодцы все продумали теперь давайте поговорим о технической части здесь у нас бензиновый мотор два с половиной литра два электромотора планетарная передача нету кардана потому что полный привод для нас обеспечивает второй электромотор автомобиль кстати стал просторнее за счет того что у нас новая платформа у нас изменили дизайн бака у нас переставили этот самый бак и поэтому инженеры смогли все скомпоновать лучше они даже утверждают что из-за этого улучшилась управляемость автомобиля и понизился центр тяжести мощность нашего автомобиля двести двадцать две лошадиные силы но самая главная изюминка заключается в том что машина набирает до сотни за 8 и одну секунду при этом самые быстрые в классе машины тигуан и mazda cx5 едут 9 секунд mazda а тигуан еще медленнее поэтому я считаю что гибридные автомобили это настоящее спасение для людей которые устали от того что их автомобили из-за экологических норм превращаются в овощи и так нам все таки удалось найти место для того чтобы проверить разгонную динамику toyota rav4 сразу хочу оговориться у нас не было ровная идеальная прямая поэтому могут быть огрехи и поэтому мы сделали два замера в разных местах хорошая новость заключается в том что однажды нам удалось от 0 до 100 набрать за 8 и 2 секунды плохая новость заключается в том что второй раз это было 8 и 9 так что правда где-то посередине доберется rav4 до украины там мы с ней поговорим серьезно что касается расхода топлива сегодня мы видели разные результаты было и 19 на самом деле потом на трассе мы ехали достаточно живо и быстро получилось 9 литров на 100 километров сейчас когда я делаю стендапы мы едем по живописной дороге никуда не спешим и возможно опоздаем из-за этого на самолет расход топлива составляет 4 5 4 и 6 литра на 100 километров пути в общем то в этом и должна заключаться главная фишка гибридной toyota rav4 которая имеет мощность 222 лошадиные силы который имеет систему полного привода при этом когда вам нужно потребляет например 4 и 6 литров на 100 километров пути или 9 литров я считаю что это очень неплохо для такого большого автомобиля мы сейчас специально установили камеру на дорогу на горный серпантин для того чтобы вы посмотрели насколько хорошо рулится toyota rav4 хотя бы посмотрели а я буду вам рассказывать по ощущениям сейчас скорость у нас около шестидесяти километров в час пятидесяти для такого большого автомобиля это достаточно прилично машина конечно же кренится но не настолько драматично как я ожидал мотора естественно нам хватает потому что здесь у нас гибрид мы крутящий момент получаем самого начала к тому же у нас тут система полного привода кстати надо сказать что над полным приводом toyota очень сильно поработала и на бензиновых версиях теперь есть возможность перебрасывать вектор тяги для многих брендов это уже хорошо известная история но для toyota и новинка что это означает это означает что например на асфальте в поворотах на высокой скорости наружное колесо будет получать больше крутящего момента и буквально ввинчивать вас повороты если вы попадете на бездорожье то до пятидесяти процентов может перебрасываться крутящего момента на заднюю ось также там можно все перебрасывать по колесам что касается гибридной версии то здесь крутящий момент назад можно перебросить до восьмидесяти процентов также нам японцы на пресс-конференции рассказали что они сделали хорошую развесовку автомобиля и получается у них 59 на 41 что же неплохо машина вообще неплохо рулится мне нравится такая большая такая крупная с с приличным клиренсом но при этом да действительно похоже они поработали над центром тяжести в щедрости своей компания тойота подготовила для нас даже специальный отрезок оффроуда он легкий он для того чтобы мы проверили насколько энергоемкая подвеска как работает система полного привода и насколько тебе комфортно в автомобиле сразу скажу что это конечно у нас не правда но точно подвеска более энергоемкая и комфортная чем например у тигуана и у мазды все x5 что касается полного привода здесь есть даже специальная анимация которая демонстрирует как в реальном режиме времени перебрасывается крутящий момент в автомобиле на какое-то время эта игрушка может вас даже заворожить именно на бездорожье вы сможете обнаружить еще один режим езды на гибридной тойоте рав 4 называется он трейл и отвечает за работу на нестабильном покрытии здесь конечно же правит бал электроника электромотор и автоматический дифференциал повышенного трения благодаря слаженной работе этих компонентов на заднюю ось при необходимости можно перебросить до 80 процентов крутящего момента а если у вас забуксовала какое-то из колес то она заблокируется тормозами а крутящий момент перебросится к колесу которая имеет лучшее сцепление с дорогой еще очень хорошо что пользователям предложена камера на 360 градусов когда вы можете контролировать что находится вокруг автомобиля и вовремя отреагировать на препятствия не очень хорошо что не андроид авто не apple карплей в тойоте пока не обнаружены а теперь ребятишки пойдемте и все-таки поищем видеокамеру которая дает картинку на зеркало заднего вида уж очень меня тревожит когда это все запачкается хотя только что мы катались по бездорожью все нормально тем не менее сначала подозрение пала на вот эту вот видеокамеру но мы сразу поняли что на самом деле она отвечает за парковку задним ходом и находится уж слишком низко картинка на зеркале заднего вида сразу видно что с верхней точки поэтому мне кажется что это где-то вот здесь и это выглядит очень разумно потому что камера защищена стеклом которая в любой момент вы можете почистить при помощи дворника в общем преступление раскрыто после грунтовой трассы нам была предложена другая версия toyota rf4 на этот раз это чистый бензин 2 литра коробка cvt и полный привод двухлитровый мотор имеет мощность 173 лошадиные силы крутящий момент 208 ньютонов если я правильно помню автомобиль разгоняется до сотни за 11 секунд какие изюминки именно этой версии ну в первую очередь это новая коробка cvt direct shift ее главная особенность заключается в том что у нас первая стартовая передача механическая сделана она для того чтобы можно было быстро и мощно передать большой крутящий момент дальше у нас вступает в бой собственно режим работы cvt который позволяет ехать плавно спокойно но при этом несколько шумно кстати система полного привода понятное дело отличается от гибрида если вы помните в гибриде за полный привод отвечают электромотор а в этой версии конечно же у нас более классическая система с карданом и об этом мы поговорим подробнее потому что на сегодня это наверное самая продвинутая система полного привода которая когда-либо применялась в тойоте рав 4 для данной версии тойота предлагает механическую систему полного привода с революционной для марки системой управления векторов тяги это означает что крутящий момент теперь не только распределяется по осям благодаря двойной муфте установленной на заднюю ось крутящий момент может распределяться между колесами также эта система улучшает прохождение поворотов когда перебрасывает больше момента на внешнее колесо кстати новый рав 4 для экономии топлива может отключать кардан и двигаться в режиме переднего привода независимо от версий клиренс новинки составляет 19 сантиметров что касается безопасности здесь новый рав 4 может похвастаться системой тойота сейфти сенс второго поколения это означает что кроссовер вооружен активным круиз-контролем адаптивным светом системой распознавания знаков и удержанием автомобиля в полосе что касается системы предотвращения столкновения с пешеходами и велосипедистами теперь автомобиль способен распознавать их даже при плохих условиях видимости я сейчас ехал и вспоминал с какого поколения я профессионально тестирую тойоту рав 4 и получается со второго то есть второе третье четвертое вот уже пятое конечно же я могу сравнивать второе поколение мне очень нравилось особенно мы совсем недавно вспоминали трехдверная версия 3 4 было неплохо чувствовалось что тойота рав 4 становится комфортнее современнее однозначно больше хотя кое-какие вещи не были ультимативно комфортными например подвеска в четвертом предыдущем поколении мне не очень нравилось потому что все сделали для того чтобы машина хорошо управлялась на асфальте и она немножко потеряла в энергоемкости сегодня рав 4 5 поколения это действительно сто процентов обновление автомобиля обновление технической части обновление дизайна обновление философии добавила машина практически во всех дисциплинах и самое главное да это правда тойота рав 4 становится более мужественной и тойота рав 4 теперь смелее смотрит на бездорожье и на те трудности которые могут встретиться вам на афрооде или просто на раздолбанных украинских дорогах в общем классная машина будет возможность обязательно придите в автосалон и протестируйте ну и попробуйте сказать что я вас обманул вы смотрели программу две лошадиные силы меня зовут рауль не забудьте подписаться на мой канал дима